Не важно, сколько здесь городов, чем больше, тем лучше. Важно, чтобы их было одинаковое количество в каждой вот такой... Ну, почему для агрессора это совершенно невыгодная ситуация? Представьте себе, что агрессор пошел сюда. В таком случае защитник отвечает вот в эту точку. Агрессор тогда получает, смотрите, этот город, и вот эти, и эти два. И больше ничего не получает. Потому что все остальное переходит в защитник. Правильно? Вот. Хорошо. А представьте себе, что агрессор пошел сюда. Тогда защитник у нас судей. Что? Тогда защитник у нас судей. Тогда защитник у нас судей. Правая-верхняя. Куда идет? Правая-верхняя. Правая-верхняя. В соседнюю точку. В соседнюю точку. В соседнюю? Да. Так, единственное... Нет, правей которая. В соседнюю, либо верхнюю, либо нижнюю, неважно. В смысле вот сюда? Да. Хорошо. Если агрессор пошел сюда, то мы отвечаем сюда. Это понятно? Логично. Да. Логично. Теперь, ребята, на самом деле, эта картинка симметричная. Поэтому точки здесь бывают не так много, типов не так много. Если агрессор пошел сюда, то мы ему ответим вот сюда. Что тогда происходит? В таком случае мы получаем вот это. Мы получаем вот это. Понятно почему? Потому что мы для него дойдем быстрее. Тут всего два хода, а ему идти три хода. Значит, мы получаем вот эти две длинные штуки. Ну, а агрессор получает только одну длинную штуку. Так, чтобы они за грязь пойдут сюда. Ну, запираем, ну, запираем ее, понятно? Вот здесь. Все. А если пойдет между двумя вот этими? Черт. Точки. Среди этих шести точек есть точки всего двух видов. Это точки, из которой растет, и точки, из которой не растет. Вот если растет, надо идти в противоположную. Если не растет, надо идти в одной соседнице. Все? Прикрепно. Заметьте, удивительно простая стратегия. И здесь получается, что если взять длинные вот эти вот плети, то примерно две трети городов, чуть меньше, чем две третьих, но стремится доля при взрастании длин этих плетей к двум третьим. Примерно две трети получает защитник, и только примерно одну треть получает нападающий.